Девушки отдыхают 178, угловая квартира. Напротив нашего дома, 174, как раз, на крыше установлен фонарь, который в ночное время светит именно в окна и не дает нам спать. Именно там, где стоит диван, где мы спим, именно светит этот фонарь. Очень ярко. Мы обращались в дом управления. Дом управления сказали, что надо идти к участковому. К участковому написали заявление. Это прошло уже месяца три, как все это. Ничего не решается, и по ночам мы постоянно просыпаемся от этого именно фонаря. То есть никто ничего не решает. Кто установил этот фонарь? Кто должен это снять? Почему именно его на крыше установили, а не на козырьке? Никто ничего не узнает. Никому это не надо. Вообще-то, почему на козырьке именно должны быть фонари, а не наверху? Почему-то наверху не ставят нигде, кроме здесь. Направлен он в сторону дома 178. Свет вниз не доходит, а освещает только на верхушке деревьев и наш дом. Больше ничего. Если бы этот фонарь перевесить, ну, на козырек, ну, даже на второй этаж, бог с ним, чтобы там, ну, вандалы не достали или еще что-то, тогда был бы от него толк. А на крыше, на уровне пятого этажа, толка нет никакого. Бельский переулок 5. Уже два месяца коммунальщики никак не найдут возможность восстановить освещение на площадке. Во втором подъезде. У нас и так вздыхало все. Пытались своими силами восстановить, но у нас ничего не получилось, естественно, что. Позвонила я в жилу наше, в седьмой жилу, попросила, чтобы пришли и сделали свет. На что сказали, да, да, мы примем меры. Это случилось до Нового года, буквально в середине декабря. К Новому году я звонила, говорю, у нас свет будет когда-нибудь? У нас электриков нету. Хорошо, когда они появятся? Вот как будет, мы приедем и сделаем. Через месяц звоню, уже месяц прошел опять, говорю, нам свет когда-нибудь сделают или я так буду ходить с фонариком. Я хожу вот с таким фонариком вечером, возвращаясь с работы, чтобы попасть в самочетую скважину. Я, естественно, что подсветку себе делаю. Так что он ответил на то, что стал я ему говорить, у него, естественно, что и раздражение в голосе. Я так думаю, что, наверное, мне показалось прям своим начальником. А в Рашке Евгений, простите, отчество, я не знаю просто. Два месяца мы не можем добиться для того, чтобы нам сделали свет в подъезде. Хотя платим мы регулярно и продолжаем платить, пусть хотя бы даже деньги небольшие. За освещение, да, конечно. Платим исправно, регулярно. В конце концов, я говорю, о каких проблемах глобальных можно говорить. Если элементарно не могут сделать, то прийти и сделать этот несчастный патрон, поставить на место. На сегодня это все. Звоните и пишите в нашу редакцию. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова